4 пункт. Предлагаю эксперимент с монетизацией, то есть разделить весь видеоконтент на платный и бесплатный. Попытаться зрителя впрямую шантажировать доступностью платного контента. Отсюда зритель, который будет довольствоваться лицезрением только вас и ваших креативов по поводу дизайна, каких-то видеосюжетов и так далее, останется, никуда он не денется. Это очевидно, что есть уже группа зрителей, которые просто привыкли к вашему голосу, к вашей внешности, к вашим эпатажным высказываниям и так далее. Они никуда не денутся, поверьте мне. Поэтому для них контент всегда должен оставаться бесплатным. Но есть зрители, которые, просматривая речи мои, Кушелева, Отсюковского и так далее, черпают из этого вдохновение, новые идеи, новые конструктивные решения. У них созревают научные теории, вопросы и так далее. Вот эти зрители безболезненно будут платить от 300 до 500 рублей в месяц, как запор на канал. Это никакой проблемы в этом вообще нет. Поэтому мое предложение – разделите хотя бы на словах весь контент на платный и бесплатный. Платный контент мы будем помещать на сервере и давать доступ через специальные ключи для зарегистрированных пользователей. Бесплатный контент вы будете давать в Ютубе так же, как вы и давали до этого. Собственно, месяц поживем в режиме этого эксперимента. Посмотрим динамику, посмотрим отклик самих зрителей и дальше поймем, как нам развиваться. Если обратная связь будет положительной, может быть, мне тоже в том числе удастся привлечь каких-то спонсоров, инвесторов именно на поддержание платного обещания. Вопрос. Андрей Евгеньевич, как можно сделать единую для всех на сайте платежную систему с платежными кабинетами, чтобы люди, зарегистрировавшись, ставят галочку, перечислять? У вас виза-карт есть? У меня Сбербанк мастер. Ага, ну то же самое. Зайдите на Paypal сайт, называется Paypal. Там есть услуги для частных клиентов и для частных продавцов, по-моему, называется. Это первый совет. И второй совет, зайдите на eBay сайт, российский, открылся ebay.ru. Там есть понятие кабинет продавца, биллинг, мои продажи, мои сделки и прочие вещи. То есть у вас товар может быть просто ключ для сайта и все. Как нам это Global Wave привязать, чтобы люди заходили не в eBay еще куда-то, а все операции, транзакции могли проводить на Global Wave? Ну вот Paypal позволяет сделать кнопку прямо на сайте. Яндекс.Деньги позволяет сделать кнопку прямо на сайте. На самом деле Яндекс на сегодня самый такой удобный элемент, потому что Яндекс можно и через Kiwi пополнять и прочее. И помимо еще чего, вот я вам покажу фишку такую, да. Яндекс.Деньги, который применил вот такой инструмент, у других его нет. Это Яндекс.Деньги, MasterCard карточка. То есть деньги, которые я получаю из интернета, я могу тут же наличить в банкомате. А как такую карту получить? Ну у вас есть Яндекс.Кошелек? Нет, нету. Ну а как же? С этого надо было начинать. Ну Андрей Евгеньевич, я другим занят. Блин, нет, я вчера приехал, 7 часов видео записано, 7 часов видео. Да я понял, я понял. Ну смотрите, технология простая. Заводите себе Яндекс.Кошелек, вот едете на как раз парк культуры, там вот рядом, где Дима, там с правой стороны во дворах, есть офис Яндекса официальный. Туда с паспортом подходите, но у вас до этого уже должен быть Яндекс.Кошелек заведен. Подходите с паспортом и они подтверждают, что вы это вы, ну у себя там. И все, и с этого момента вы становитесь, умное слово забыл, есть он, а есть не он для банка. Резидент. Как имитент. Резидент, да. Вы становитесь резидентом для банка, Яндекс.Банка и все. И они могут от вашего имени все что угодно делать. Ну давайте попробуем. Андрей Евгеньевич, все, вот часовой ролик, 57 минут мы с вами проговорили. Все, что хотели сказать, сказали. Насколько морально-нравственно мне, как кандидату в кандидаты в президенты, обращаться за финансовую поддержку? Потому что люди говорят, давай на эксперимент. По-моему, это единственный законный способ для кандидатов. Ну хорошо. Если я правильно помню по закону, то... А кто, как вы думаете, финансирует предвыборные агитации Обамы, Шварценеггера? Такие же обычные коммерсанты, предприниматели. То есть это, по-моему, вполне... Он, по-моему, единственный законный способ. Именно так привлечь к себе внимание и попросить пожертвования. Под общественный контроль. Вы согласны быть одним из контролеров, что я не трачу деньги на ветер и так далее? Потому что тяжело. Я знаю, что у вас с учетом очень плохо. Вам нужно найти какую-нибудь девчонку, которая из Барнаула. Пусть Татьяна ей ведет. Вы поймите, вот вы на сайте, в Google Docs, например, организуйте экселевскую табличку. И сделайте всеобщий доступ к этой таблице. Пусть любой желающий может зайти в любой момент времени, посмотреть, когда было произведено перечисление, куда ушли деньги. Вот и все. Вы, во-первых, будете высокотехнологичным президентом, который все свои траты официально опубликует. А во-вторых, у вас потом ни одна собака не скажет вам, что вы слишком много курили или купили все лишние трусы. Ну, согласен, конечно. Потому что ваши расходы, они все равно многократно превышают доходы. Понимаете? Поэтому вот еще какой момент важный. Да, вот вы в Яндекс кошелек сделаете, вы можете из Яндекса, Яндекс вам может официально присылать выписку подвижения по счету. Вы можете эту выписку публиковать каждый месяц. Отлично. Вот это хорошо. Декларацию. Зачем вам публикать? Публичный Яндекс – лучший контролер. Нужно определить денежное содержание месячное, потому что люди перечисляют 500 рублей, но при этом требуют, чтобы… Нет, а вы пишите, знаете, я вам посоветую. Вы на той же Excel-овской табличке просто уже сейчас в реальном времени минусы ставьте. Баланс может быть отрицательным. Почему нет? Ставьте минус. Заведите 3 миллиона 600 минус. И так далее, и так далее. То есть у вас сразу получится там 100-200 миллионов минуса уже за эти годы. И у людей не будет вопросов, куда нужны деньги. И все. Спасибо большое, Андрей Евгеньевич, за интервью. Это 13 мая 2013 года. Кузнецов Андрей Евгеньевич. Долгие годы соратник, сподвижник, помощник и единомышленник. Глобал Вейла. Спасибо вам огромное. На связи, удачи. Хорошего материала. Спасибо. Всего доброго. Есть. Все. Стоп. Снято, дорогие друзья. Спасибо. Продолжение следует...